Вести Карачаева, Черкесия В Карачаево-Черкесии прошла отборочный этап всероссийской экспедиции от учителя к ученому дорогам и гражданственности. В ауле Эльбургана Базинского района прошла международная научно-практическая конференция «Табуловские чтения-2022». И в Карачаево-Черкесском университете имени Умара Алиева прошел фестиваль «Первый среди первых» для студентов первых курсов. Далее об этих и других темах подробнее. Создание нового генерального плана Черкеска запланировано до 2024 года. По словам мэра города Алексея Баскаева, это серьезный комплексный документ, требующий профессиональной разработки. Власть республиканского центра уже обсудили детали этого вопроса. Документ определит направление развития Черкеска на долгосрочную перспективу. Как отметил Алексей Баскаев, будет проведена оценка эффективности использования муниципальных территорий с тем, чтобы в дальнейшем использовать их наиболее рационально. Буду признателен горожанам, если они также поделятся своими предложениями, инициативами и мыслями на этот счет уже сейчас, отметил мэр республиканской столицы. Крачево-Черкесия по поручению главы республики Рашида Тимрезова установила ряд дополнительных мер региональной поддержки для семей военнослужащих, участников специальной военной операции. Приняты ранее перечень, мер расширен по указу главы республики. Ее охватывает как членов семей мобилизованных, так и семей военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, выполняющих задачи с начала спецоперации. Подробности сообщила заместитель министра труда и социального развития Мадина Шаева. В соответствии с указом главы Карачаева Черкесской Республики, мобилизованным гражданам, контрактникам, добровольцам, военнослужащим войск Национальной Гвардии Российской Федерации, которые заключили впервые контракт с 21 сентября, установлена единовременная денежная выплата в размере 100 тысяч рублей. Также указом установлены выплаты в случае ранения, в зависимости от тяжести ранения от 100 до 300 тысяч рублей. И в случае гибели, к сожалению, такие случаи тоже есть в размере 1 миллиона рублей. И хочется отметить, что это дополнительные меры социальной поддержки за счет регионального бюджета к установленным мерам поддержки уже на федеральном уровне. Принят ряд дополнительных мер социальной поддержки семьям военнослужащих. Эти меры социальной поддержки будут оказывать органы исполнительной власти, каждый в своей компетенции. И приняты меры поддержки и семей, и детей. И очень много дополнительных мер. Но в части, касающиеся министерства, конечно, мы сейчас в первоочередном порядке принимаем на социальное обслуживание. Граждан нуждающихся в социальном обслуживании. И очень важно отметить, что в соответствии с поручением и главы республики, за каждой семьей мобилизованного закрепили социального работника. Социальный работник оказывает необходимые социальные услуги и находится на постоянной связи с семьей. В Ауле-Эль-Бурган Абазинского района прошла международная научно-практическая конференция «Табуловские чтения-2022», посвященная 90-летию абазинской письменности и столетию республики. В мероприятии приняли участие специалисты по родным языкам, общеобразовательных организаций Карачаева-Черкесии, ученые из Турции, Адыгеи, Абхазии, а также педагоги и эксперты, специализирующиеся по языкам народов республики. Участники конференции обсудили проблемы преподавания родных языков в средней и высшей школах, обменялись лучшими практиками учителей региона. В Карачаево-Черкесском университете имени Ума Ралиева прошел фестиваль «Первый среди первых» для обучающихся первых курсов всех институтов и факультетов ВУЗа. Студенты продемонстрировали свои таланты, остроумие и артистизм. Участники команд при помощи юмористических видеороликов, сценок и в конкурсе «Интеллектуальная битва» показали преимущества своих институтов и факультетов, историю их становления представили, как бы они хотели изменить и дополнить, какими они видят себя и ВУЗ в будущем, а также блеснули эрудицией. Звание «Кубок первого среди первых» достались команде естественно-географического факультета. Узнать свой эмоциональный интеллект, разобраться в цифровой среде, продвигать в нем социально ориентированные бренды Карачаево-Черкесии. Этому не только учились студенты СУЗов и активисты молодой гвардии «Единой России», участники отборочного тура на интенсив «Амбассадоры КЧР». Он прошел в Черкесске на площадке Центра одаренных детей в рамках нового партийного проекта «Цифровая Россия». Комментирует информацию министр цифрового развития республики Валерий Медовы. Молодежь Карачаева-Черкесской республики очень внимательно относится к проектам цифрового мира. Для этого большое значение. Мы видим, что у всех есть мессенджеры, мы видим, что все активно работают, пользуются социальными сетями. У нас сейчас подпринимается попытка приобщить их к тем проектам, которые существуют в региональных органах сходной власти. Вот в частности, Министерство цифрового развития ведет очень много проектов цифровых в разных направлениях. Завершается ремонт моста через реку Кордоник, соответствующий всем современным требованиям. На объекте завершаются последние работы, здесь уже установлено освещение, сейчас выполняются берегоукрепительные работы. Объект полностью переустроили, появились новые балки и пролетные строения, асфальтобетонное покрытие, подходы к переправе, а также барьерное ограждение и новые знаки. По поручению главы республики Рашида Тимрезова отремонтирован участок автомобильной дороги, соединяющий Черкесск, Хабес и Архес. Он включен в национальный проект «Безопасные качественные автомобильные дороги». Работы начались весной этого года. В ходе капремонта на участке заменили земляное полотно и устройство нового двуслойного асфальтобетонного основания. Об этом рассказал главный инженер управления Карачаево-Черкесск-Автодор Мойя Тхутов. На данном участке у нас двуслойное асфальтобетонное покрытие, нижний слой из крупнозернистого асфальтобетона толщиной 9 см, верхний слой из мелкозернистого асфальтобетона толщиной 5 см. Данные асфальтобетоны приготовлены на основе современных ГОСТов, СНИПов и соответствуют всем нормативным требованиям, которые у нас действуют на сегодняшний день. В Центре противодействия экстремизму МВД по Карачаево-Черкесии наградили победителей конкурса рисунков на тему «С ненавистью и ксенофобии нам не по пути». Всего было представлено 70 работ, из которых были выбраны три лучшие. Победителями стали ученик 11-го класса 2-й школы станицы Кардоникской Дугу Шедаков, учащийся 11-го класса лицея поселка Метногорского Тимур Байрамоков и ученица 10-го класса школа Ола Зиюка Амина Баова. В Черкесске прошел круглый стол по профилактике экстремизма и терроризма в молодежной среде. Организатором выступил региональный Миннац, а участие приняли представители органов госвласти, силовых структур и педагоги. Комментирует информацию министр по делам национальностей, массовым коммуникациями печати Альберт Кумуков. Мы ежегодно проводим соцопросы и такой термометр отношений в обществе. Мы выявляем, и с каждым годом уровень показателя повышается. То есть нет проблем в этом году, если память не изменяет, порядка 89% опрошенных сказали, что в республике все нормально с межнациональными и межконституциональными отношениями, а нет никаких проблем. В Министерстве по делам молодежи Карачаева-Черкесии прошло совещание с представителями регионального совета студенческих самоуправлений, на котором обсудили итоги организации встречи клуба молодых предпринимателей, подготовку ко дню добровольца, а также особенности проекта «Больше, чем путешествия». В рамках встречи участники продемонстрировали презентацию о волонтерской деятельности и рассказали о возможностях, предоставленных для развития добровольческой деятельности. Учительница из Карачаева-Черкесии прошла отборочный этап всероссийской экспедиции от учителя к ученому «Дорогами гражданственности». Лучшими педагогическими практиками страны признаны 297 из более чем 3057 представленных. В числе победителей вошла Сати Сонова, педагог дополнительного образования среднеобщеобразовательная школа номер 3 «Черкеска», председатель российского движения школьников в Карачаево-Черкесии. В Карачаево-Черкесии появятся пункты придорожного сервиса. Уже до конца года мы увидим их вдоль автомобильных дорог федерального значения на пути следования курортным зонам. В Кавказском, Кумаше, Домбае, Гумбаши, Эркин-Юрте, Красном Кургане, Усть-Джигуте, Кардоникской и в районе села Важные. Об этом рассказал министр туризма и курортов Расул Тикеев. У нас в регионе появится 11 новых придорожных сервисов, где туристы смогут получать необходимые услуги, остановиться, передохнуть, перекусить, воспользоваться инфраструктурой, которая там будет. Это и зона отдыха, это и зона кафетерия, зона торговая, где можно будет приобрести необходимую сувенирную продукцию и так далее. Конечно же, радует то, что они будут стилизованными в едином стиле. Мы ожидаем, что это будет качественное решение для путешествий. Из Карачаева, Черкесии на Донбасс отправили очередную партию теплого обмундирования, экипировки и медикаментов для наших земляков, участвующих в специальной военной операции. Несколько грузовиков буквально доверху загрушены всем, что необходимо сейчас нашим защитникам, чтобы выполнять боевые задачи, не отвлекаясь на бытовые нужды. Информацию комментирует исполняющий обязанности министра промышленности, энергетики, транспорта и торговли Рустам Эркенов. Поручению главы Карачаевской республики Тимрезова Решеда Бориспича работа по дополнительному оснащению мобилизованных у нас идется уже не первый месяц. Мы изначально построили свою работу на обратной связи от тех, кто участвует в специальной военной операции. То есть какие дополнительные потребности возникают у наших ребят, помимо того, что, безусловно, дает Министерство обороны. Обратную связь мы получаем, очередной груз мы направляем. Здесь в первую очередь наши теплые вещи. Вещи первой необходимости – это газовые баллончики. Здесь у нас большое количество спальных мешков, более 400. Теплая обувь, тактическая, зимняя. Мы ее закупили тоже больше 400 единиц. Вместе с тем у нас еще сформированы дополнительные индивидуальные наборы. То есть это рюкзаки, внутри термобелье, балаклавы, шапки. То есть вообще, в принципе, все, что необходимо на сегодняшний день, если вдруг там бывает что-то утеряно. Всякие случаи бывают. Карачаево-Черкесское региональное отделение Союза женщин России продолжает акцию «Сердце матери» в поддержку бойцов, участвующих в специальной военной операции на территории Украины. Об этом рассказала председатель отделения Марина Барлакова. Люди сами, увидев объявление о нашей акции, сами звонят, интересуются, чтобы было лучше положить в эти коробки. Сами хотят принять это участие и поддержать наших ребят. Один из мобилизованных – это наш работник, Бережной Михаил Николаевич, которому мы сделали именные посылки. Сделали именные посылки и его семья, дети, написали письма. Вот мы хотели бы, чтобы эти посылки он получил и все-таки знал, что мы болеем за него душой, что мы ждем его живым, невредимым. Банк России подготовил третий сборник бесплатных аудиолекций цикла «Финансовая культура», который насчитывает уже 46 звуковых треков по финансовой грамотности. Новые аудиолекции учат, как оформить ипотечные каникулы, вернуть ошибочные переводы или списание судебных приставов, как пользоваться маркетплейсами, кредитными картами и различными видами банковских счетов. Лекторы рассказывают об инфляции и способах ее регулирования. «Развитие новых технологий и финансовых сервисов подталкивает нас к тому, чтобы мы владели самой актуальной информацией. Такую возможность дают аудиолекции по финансовой грамотности», отметил управляющий отделением Банка России по Карачаево-Черкесии Дмитрий Мещеряков. Аудиотреки можно прослушать в любое удобное время. Их можно бесплатно скачать на сайте fincult.info, портале электронных книг «Литрес», послушать онлайн во Вконтакте и сервисе «Яндекс.Музыка». 5 декабря завершается набор обучающихся по программе «Цифровые профессии», с помощью которой можно получить IT-специальность со скидкой 50, 75 или 100%. В этом году на курсы записались более 110 тысяч жителей страны. 67 тысяч из них уже проходят обучение по программам крупнейших вузов и образовательных платформ. Здесь доступно более 100 курсов начального, базового и продвинутого уровня. Скидку от государства могут получить безработные, инвалиды, родители детей до трех лет, граждане с зарплатой ниже средней по региону, студенты и сотрудники бюджетных организаций. В селе Джага продолжается капитальный ремонт сразу двух берегоукрепительных сооружений на реке Эшкакон. Восстановление этих дам позволит защитить от воды полторы тысячи человек с их домовладениями и приусадебными участками. Подробности сообщила советник министра природных ресурсов и экологии Медина Боташева. Общая протяженность двух берегоукрепительных сооружений, на которых ведутся работы, составляет 3376 метров. Работы начались весной текущего года в рамках государственной программы воспроизводства и использования природных ресурсов и проводятся в целях обеспечения защиты населения и социально-экономических объектов от негативного воздействия ввод, прежде всего в наиболее поводкоопасных и подверженных подтоплению районах. Ремонт дам позволит защитить 1400 человек и их домовладения приусадебные участки. Общая площадь территории, подверженной затоплению, составляет порядка 55 гектаров. В зоне возможного подтопления также расположены школа, мечеть, администрация сельского поселения, дом культуры, детский сад и другие объекты инфраструктуры села. Проведение работ позволит предотвратить ущерб от негативного воздействия ввод в размере более 1 миллиарда рублей. Отборочный этап Олимпиады проходит дистанционно с 21 ноября этого года по 24 января следующего года. Информация об условиях и сроках проведения Олимпиады представлена на сайте университета. Музей Победы на Поклонной горе предлагает жителям Карачаево-Черкесии передать свои семейные истории во всенародный проект «Лица Победы», цель которого – сохранить память о военном поколении. Здесь собирают материал о тех, кто внес свой вклад в победу, о тех, кто сражался на фронте или трудился в тылу. В каждой семье бережно хранят память о родственниках, воевавших на фронте, сражавшихся в подполе или партизанских отрядах, работавших в тылу. Мы предлагаем передать эти истории в наш музейный проект «Лица Победы», чтобы увековечить память о своих близких для многих будущих поколений, отмечают сотрудники музея. Для внесения истории в проект необходимы фотография и биография родственника. Двое жителей Пятигорска, приехавшие в Черкесск для сбыта более двух килограммов пригабалина, этот препарат продается под торговой маркой «Лирика», подошли к своему криминальному делу с завидной изобретательностью. Надеясь не попасть в поле зрения правоохранителей, они замаскировали запрещенные вещества под камни, вложив в каждый из них по 15 капсул. Однако подобная находчивость не помогла злоумышленникам скрыться от правосудия. Полицейские задержали мужчин на одной из улиц города. В машине злоумышленников в страже правопорядка обнаружили 54 «камня» с препаратом, а также полимерные пакеты с четырьмя тысячами капсул. Кроме того, в черте города правоохранители нашли три тайника, которые сообщники успели оборудовать до задержания. В настоящее время в отношении подозреваемых следственными органами возбуждено уголовное дело, они заключены под стражу. Министерство внутренних дел по Карачаево-Черкесии в очередной раз обращается к жителям республики быть более бдительными и не поддаваться на уловки мошенников. Не забывайте, что работники банков никогда не звонят клиентам с вопросами о персональных данных и не пугают потери денежных средств. Они не просят назвать данные банковских карт клиентов, либо поступившие посредством СМС одноразовые пароли. Кроме того, работники финансовых учреждений не просят клиентов оформить кредитные продукты, а затем перевести деньги на неизвестные счета. Сто спортсменов из десяти вузов Северокавказского федерального округа поборолись за медали соревнований по вольной и греко-римской борьбе. Во Владикавказе прошел первый турнир отборочного этапа Национальной студенческой лиги спортивной борьбы, по итогам которого спортсмены из Карачаевой-Черкесии завоевали шесть медалей различного достоинства. По сообщению синоптиков, сегодня по Карачаевой-Черкесии облачно, преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, порыв 11-14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 2, плюс 7, в горах местами до плюс 12. В Черкесске без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Порывы 11-14 метров в секунду. А столбик термометра поднимется до 5 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вознакомил у Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Вы слушали Радио России, Карачаева, Черкесия.